У меня в руках проща, самое простое, вид метательного оружия периода раннего средневековья. Но вообще они появились еще в древние времена, еще в период античности. Это была, скажем так, даже известна такая история из Библии, как Давид победил Голиафа, метнув него камнем. Это было сделано из прощи. И, собственно, сейчас стоит проща. Это две веревочки, такие на одной веревочке петелька, которая надевается либо на указательный, либо на средний палец. И, соответственно, просто веревочка, которая задерживается в руке. Затем идет такой кожаный желобок, либо проща может быть плетеная. Соответственно, здесь не кусок кожи пришитый, а может быть сплетен, как корзиночка, место, куда, скажем так, ложили заряд. Ну, заряды были, могли быть камни, а могли быть специальные свинцовые пули. Например, вот в Древнем Риме найдены свинцовые пули, на которых даже какие-то определенные надписи были написаны. Ну, собственно, вес снаряда мог быть произвольный. В принципе, там в зависимости от прощи, проща как бы различалась длиной. Длиной вот этой, скажем так, веревки. Ну, техника броска, она бывала разная. Но в основном самая простая, это кладется заряд, делается замах над собой и совершается бросок. Соответственно, отпускается вот эта веревочка, которая без петельки, а петелька остается на пальце. И снаряд летит точно в цель. Скорость, как при стрельбе из лука, но при том, что это очень твердый предмет, либо камень, либо свинцовые пули, которые так назывались пули, поражение гораздо сильнее, чем, допустим, от стрелы. Для безопасности мы стреляем яблоками по деревянному щиту. Вот у нас здесь люди на позиции. А ты рассказывай, что произошло. Были соревнования пращников? Да, конечно, были соревнования пращников. Ну, надо понимать, что праща, это, в принципе, она была распространена на островах. Например, известны Болярские острова, которые сейчас являются территорией Испании. Там были самые знаменитые болярские пращники. Собственно, из-за чего это произошло? Из-за того, что они были пастухами, и они так отгоняли волков от своих овец. Они пасли стада, а так как, допустим, праща... Он никак не может. Еще нет. А, собственно, так как праща, она особо, скажем так, особо много места у тебя не занимает. Это не взять с собой лук, да, это не взять с собой лук, это не взять с собой несколько метательных копий. Вот, собственно, поэтому она была... И, собственно, как бы камни они везде лежат, поэтому метать с метанием проблем не было. В основном у нас сейчас соревнования не идут, они идут на массовость. массовость у нас нет такого прям что 10 выстрелов надо там 10 раз попасть идет просто вот скажем так соревнующиеся они просто стреляют там по 20 по 30 бросков на скорость даже можно сказать физическое это через голову сразу ну с раскруткой вот либо есть как бы простая это когда ты снизу берешься просто но на малое расстояние когда не нужно сильно техника бальявских плащников получается они раскручивают за спиной и вот так посылали до сих пор проводит соревнование на болиарских столах и там реально попадает в маленькую мишень на расстоянии там что-то 100 метров на самом деле вот это сложное восвоение у нас получает соревнование в девятнадцатом году были и получается победил мальчик который попал всего один нас да это лёх манэнг новосина проща доминировала против воинов которые не имели доспеха соответственно попал как сказать при большой скорости и мощности заряда попасть человеку которого на голове просто обычная шапка валеная это могло нанести ему серьезную травму вот и потом она потихонечку просто было оружие все-таки легких воинов потом ее скажем так потом это луки все у того что из лука научиться стрелять проще чем и метать прощу руки захватили первенство ну а потом появилось такое понять как нельзя огнестрельное оружие и уже что луки что проща что копья что какие-то ножи топоры и все это было утеряно и сейчас только осталось то каких-то рам в рамках соревнований ну и вот мы как любители пытаемся что-то подобное воссоздать